Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Василий Тришин, заместитель председателя Рязанского совета ветеранов Росгвардии. Здравствуйте! 8 октября у нас день отряда СОБР. В такой момент СОБР у нас образовался в 92-м. И Вы, получается, все-таки пришли туда не сразу, где Вы работали до этого. Еще раз скажу, значит, СОБР был образован специально, расшифрую, это специальный отряд быстрого реагирования. Они были образованы 8 октября 1992 года по указу президента. В Рязани, в Рязанской области СОБР был приказ от 18 февраля 1993 года. Ну и сформирован был, наверное, в этом же году, как бы, сотрудников было порядка 80 человек. И я не с основания СОБР работал. СОБР – это было структурное подразделение управления по борьбе с оргпреступностью. Для выполнения, задержания вооруженных преступников, освобождения заложников, задержания наркодилеров, вплоть до участия в военных компаниях. Что потом и произошло, отряд был сформирован в 1993 году, и я был переведен туда начальником оперативно-боевого отделения. Собственно, только я перевелся, и пришлось поехать в командировку на Северный Кавказ для выполнения, для участия в контртеррористической операции. Но до СОБРа вы работали в УБОПе, а, насколько я знаю, вы вообще не планировали связывать свою жизнь с органами, со службой в органах. Как так получилось? Не планировал, да. Закончив радиоинститут, работал инженером-технологом на заводе электронных приборов. Тут, скорее всего, сыграло свою роль занятие спортом. До этого серьезно занимался борьбой с самбо, был вторым на первенстве Советского Союза по юниорам. И в свое время было предложено мне перейти работать в милицию и совместно заниматься при этом спортом. При переходе в милицию участвовали в соревнованиях среди МВД. На этот момент и меня это устраивало, и МВД, и работал, и участвовал в соревнованиях, что было, конечно, сложно. Но так вот сложилась судьба, о чем, собственно, сейчас не жалею. А вот немножко про работу в милиции все-таки и задержание преступников. Вот расскажите про эту часть работы. Даже работая старшим опером в управлении по борьбе от сорок преступности, у меня было направление, вымогательство или рэкет. Приходилось постоянно сотрудничать, вернее, практически я жил в СОБРе как опер. Мне все время нужны были люди для задержания, для силового задержания. Поэтому я с СОБРом уже сросся еще, работая в УБОПе. Там и дневал, и ночевал. И задержание было в 90-е годы. Когда мне предложили перейти в СОБР работать, я подумал всего одну минуту и сказал, да, я согласен. А вот вы перешли в СОБР, как все изменилось, скажем так, как изменился ваш распорядок дня, ваша подготовка, то есть наверняка же другие требования, другая подготовка, все другое. Совершенно верно, да. В СОБР, как бы, я бы назвал его элитным подразделением вообще милиции. Я в полиции не работал, поэтому у меня вот осталось слово милиции, как бы я им и пользуюсь. Во-первых, не каждого человека принимали в СОБР. Когда происходил отбор, нужно было иметь высшее образование, раз, хорошее, отличное здоровье, это два. Чтобы человек там занимался каким-то видом спорта, не обязательно единоборством, там стрельба, лыжные гонки, нужна и выносливость, как бы. Боец СОБР, он как бы сам по себе уже является силой определенной. Но сила-то как раз спецназа не в индивидуальностях, а в четкой, слаженной работе всей команды. Только за счет этого при планировании операции всегда планируется каждый человек, кто делает, что делает, в какое время, за что отвечает. То есть планирование операции стояло всегда на первом месте. То есть это работа головой прежде всего, а не руками и ногами. А немножко про, наверное, вооружение, обмундирование. Наверняка были сейчас в отрядах, ну то есть встречаетесь сейчас с отрядом. Насколько ваша экипировка, ваше вооружение отличалась от того, что сейчас? Были мы на полигоне, встречались с действующими сотрудниками, смотрели, какое у них вооружение. Из старого вооружения практически я не увидел уже ничего. Приходилось спрашивать, что это, как далеко оно бьет, какой калибр. Хотя в свое время СОБР также вооружался не как остальные подразделения, как бы милиции. У нас были бесшумные пистолеты, снайперские винтовки специальные, которых практически не было в других отделах милиции. То есть грех жаловаться, но нас снабжали также очень хорошо. Своя форма была также. Если говорить о ваших боевых командировках, если мы можем об этом говорить, а сколько их было, как много, в какие части света, скажем так? У меня было 4 командировки служебных по 3 месяца. Так что практически один год я провел в зоне боевых действий. А мы можем рассказать о том, какие там задачи были, чем вы там занимались? Задачи были разные. Кстати, в первую командировку я попал как оперсоставка, именно как сотрудник УБОПа. И 18 человек было СОБРовцев. У нас было 2 опера. Мы получали оперативную информацию, в основном оружие, боевики. И сотрудниками СОБРа уже командой планировали. Изымали оружие в основном. Сопровождали. Это входит в обязанности СОБРа, именно на Северном Кавказе. Сопровождали колонны, лиц, которые подлежат охране. У нас глава администрации района, мы его охраняли тоже. Сопровождали командующих, которые со штаба приезжали для курирования подразделений, которые находились в то время там. И остальные командировки по задачам, я так понимаю, примерно то же самое? Примерно да. В основном, как бы, выявление, уничтожение зачистки, мягкие, жесткие, разные. Мягкая зачистка – это просто проверка паспортного режима, жесткая проверка. Мы работали с 22-й Софринской бригадой, в то время там зачищали село, там была жесткая зачистка. То есть, сначала летит граната в окно, потом заходим сами. И такое было. Если говорить о запоминающихся командировках, было что-то вот такое, то, что прям въелось в памяти, осталось, если мы можем об этом рассказать, опять же, да? Я скажу, что была одна тяжелая командировка. У нас ребята погибли, подорвались на фугасе. И нам пришлось ехать в то же место. После гибели тяжело было. Но я в это время уже прошел курс подрывников. То есть, и мое участие в этой командировке было необходимым. Что, собственно, показало и время. Подрывник – это не сапер, но если что-то находится, то, имея умение подрывать, можно спровоцировать фугас на взрыв, поэтому пришлось там поработать. Такой момент. Вы перешли в СОБР из другой структуры, хоть, наверное, смежной по целям. Такой момент помогали ли? То есть, про обучение понятно, но помогали ли товарищи? То есть, вы вот описываете СОБР как, ну, буквально семья, то есть, где все должны действовать вместе. Помогали ли товарищи по группе? Обязательно. Есть разные специалисты. Есть, как бы, там, связисты, подрывники есть, снайперы есть. Но особенность, есть, там, верхолазы, скалолазы даже есть, как бы, все мы это проходили. И альпинистскую подготовку проходили. Но каждый должен взаимозамещать, как бы. Все должны стрелять хорошо. Если я не снайпер, но я все равно должен владеть этим оружием. Если, как бы, я, там, не верхолаз, но все равно я должен спуститься по этим веревкам вниз головой по какому-то, по отвесной стене. СОБР у нее есть специальный день, который они постоянно, физподготовка, специальная подготовка, и они этим регулярно занимаются. Сейчас, находясь там в подразделении СОБР, у них есть отличный спортзал, в котором они могут совершенствовать все, что угодно. И физическую подготовку. Есть целый полигон, где они отрабатывают специально тактические там учения проводят. Заход в здание. То есть, ведется сейчас очень хорошо. В наше время было гораздо тяжелее. Мы проводили тренировки. Искали где-то там какое-то недостроенное, разрушенное здание, чтобы захватить вооруженного преступника. Искали вагоны железнодорожные, чтобы отработать задержание преступника. Даже ездили в Дягилево на аэродром посмотреть, что из себя самолет представляет. То есть, мы готовились ко всему, что могло случиться. И практически, я думаю, мы отработали множество. Не знаю, только, наверное, задержание преступника на плавающем каком-то средстве не отработали. СОБР – это одна большая семья. У нас даже в соцсетях есть группа, которая называется... Сначала называлась «Братья», что тоже очень хорошо звучит. Сейчас мы ее переименовали, назвали «Собратья». От слияния двух слов. СОБР и «Братья». БР – это общий корень. Вот это братство у нас продолжается. И сейчас мы встречаемся. Встречаемся не только сотрудники. Мы встречаемся с женами, приходят с детьми, с детьми приходят. Родители погибших приходят. То есть, вот эта семья братская, она не разрушена. Она действует и сейчас. И если кому-то какая-то помощь нужна будет, мы всегда придем на помощь своим братьям. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить действующих сотрудников СОБРа, ветеранов СОБРа, родственников всех. И пожелать благополучия, оптимизма, здоровья, конечно, но и мирного неба над головой нам всем. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА